Продолжение следует... 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 Вот не секрет же, что вы занимаетесь еще и с теми ребятами, которые приходят просто поправить свое здоровье, да, то есть не обязательно добиться какого-то успеха, они ставят перед собой. А это и есть успех, поправить здоровье, это огромный успех. Согласна. Потому что в спорт отсеиваются только суперздоровые, а здоровым обязаны быть все, это уже большой успех быть здоровым, а уже из здоровых выбираем суперздоровых, они определяются уже в спорте. Ну, вы видите, да, человека, то есть он к вам приходит, я знаю, что вы пользуетесь еще и медицинскими какими-то такими приемами, вот пришел человек, ваш сканер какой? Я изучаю человека сначала, определяю, на что он способен, его нервную систему тестирую, потом психологию, потом внешние данные, анатомию, в общем полностью экспертизу делаю. Я говорю человеку, а потом говорю ему, что ему нужно делать. От него требуется только доверие и дисциплина. Если он будет дисциплинирован, у меня таких очень много случаев, дисциплинированные люди, которые именно слушают и верят, и они добиваются больших успехов. Из таких очень слабых и немощных мальчиков вырастают такие крепкие ребята, просто на загляденье. Вы не отчаиваетесь, если пришел слабенький, хиленький, берете к себе? Нет, это просто меня мобилизует на серьезную работу. Чем слабее человек, тем серьезнее и трепетнее я к нему отношусь, потому что он слабенький. Более крепенький и с ними попроще. С ними нужно, от них требуется только дисциплина выполнения. Во время тренировок выясняется очень много вопросов. Это же контакт между тренером и занимающимся. И в контакте много вопросов возникает, и они снимаются. А как связаны тело и дух в спортивных занятиях? Ну, иерархию устройства человека я объясняю сразу. Я говорю, что дух доминирует над всем. То есть дух – это что такое? Ведь это же понятие такое абстрактное, для меня оно конкретное. Это дисциплина, это доверие, это внимание, это сосредоточенность. Это такие качества, которые собирают человек, а рассеивают другие качества. Отрицательные качества, они рассеивают человека. А я хочу собрать, чтобы он был цельным. И слово есть – исцеление. Исцеление – это духовное слово. Человек собирается, становится цельным, и он достигает поставленной задачи. Вот я знаю, вы верующий человек. Да. Вы как-то применяете вот эту вот свою духовную составляющую, внутреннюю свою, к занятиям, что ли, я не знаю, к общению с людьми? Может быть, какое-то есть свое правило? Правило простое. Надо любить людей, искренне им интересоваться и искренне желать им процветания. И все. Люди многие не могут это объяснить, но каждый человек объяснить не обязан, а почувствует – он почувствует. Отношение к себе все люди чувствуют. Хорошее или посредственное, или так себе. Интерес проявлять нужно к людям – и любовь. А дальше расшифровка будет очень простая. Любовь, она тебе подскажет все, что нужно. То есть доброта в основе всего, да? Ну, конечно, потому что без любви ничего невозможно делать. Любовь – это огромная энергия. А без веры любви не приобрести. Вот почему и говорят, что верующие люди – они более энергичные, более живые. Потому что у них источник энергии – Бог. Любовь. А другого источника нет. Ни источника питания, там всякие процедуры. Много человечества наработало, конечно, положительных вещей. Но без любви они не работают. Или работают очень слабо. Как лампочка горит слабенько, а бывает яркая лампочка. Вот это вот и есть. Вера, она освещает человека. Она дает силы огромные. Да, напоминаю, мы разговариваем с тренером-преподавателем, мастером спорта. Да, мы сейчас ушли уже в религию. Нет, это как бы не ушли, а отступление, как бы это помощь огромная. Жизненное отступление. Да, скажите, вот все-таки ваши воспитанники сейчас, кто такие? Я имею в виду, есть ли у вас какие-то ребята, на которых можно прям надеяться, что у них будут хорошие результаты, они идут вперед, спортивные достижения? Все ребята, которые у меня занимаются, все хорошие, я на всех надеюсь. Просто все разные, очень разные. Я вижу в них большую разницу между людьми. Чем больше видишь разницу, тем больше это тебе налагает ответственность. В этом и заключается индивидуальный подход. Одному приходится более твердо говорить, другому надо ласково. И в виде человека ты уже подбираешь методику. Индивидуальный подход, он творческий. Вот как, допустим, мне нравятся композиторы. Они же знают семь нот, все. До, рами, фасоли, си, до. Есть ноты, все знают их. Семь штук. Да, семь. Ну, композиторы из этих нот играют разные мелодии. Одна выдающаяся, вот как Пахмутова, она Добронравов. Великолепные вещи делают. Хотя из тех же семь нот. Бывает семь нот, там, раз, два, три, четыре. Какая-то легкая музыка, которая не затрагивает душу. Так и у нас. Это творческий процесс. Но здесь тоже, знаете, вдохновение, где составляющее слово духа, которое... Конечно, вдохновение от слова дух. Я еще такое слово употребляю – воспитание. То есть, воз – это восхождение, это вертикаль. То есть, восхождение, возрождение, воссоздание. Это все духовные понятия. Они поднимают человека. Не по горизонтали, а по вертикали. И он чувствует, что он становится лучше. Ну, есть ребята, которые вот успехи такие делают? Да, есть. Допустим, у меня вот очень хороший... Но у меня звезды из метро крана. Есть очень хороший мальчик, есть Кудряшов Сергей. Я помню, когда его привели, у меня впечатление было такое тяжелейшее. Думаю, ой-ой-ой. Думаю, какой мальчик запущенный. Вот у меня многие. Еще там колбаса, значит, и гонен. Там есть ребята, которые просто из пепла их поднимаешь. Они такие слабые. Ну, я же им не скажу, что вот вы такие сики. А я им все время даю вдохновение, надежду, что вы можете лучше быть, лучше. И они становятся лучше. То есть, здесь, вот уже здесь как бы помогает духовная часть. А все, что технологией мы обладаем, мы это все дадим. Это не трудно. А трудно вдохновить человека. Он вдохновишь, он работает. А как вы настраиваете их? Вот я знаю, они же у вас тяжеловесы, берут вес серьезный. Вот выход, самый серьезный момент, это надо выйти, сосредоточиться, не растеряться, не расплескать себя. Здесь опыт тренерского искусства. Тренерское искусство. Я внушаю им обычно такие вещи, которые на тренировках им говорю, что вот это ты можешь, это ты можешь. Сделай, пожалуйста. Сделай хорошо работу. Я в тебя верю. И он делает. Бывает, подросток, он даже не верит в себе в силу. А я в него как бы вдыхаю веру, что ли. И он сначала не получается, а потом получается, и начинается становиться крепким, уверенным мальчиком. То есть, здесь главное психический компонент отработать. Надо все время давать надежду. И надежда – это очень сильные вещи. Это же составляющие веры, надежды, любовь, они же духовные вещи. Поэтому я и говорю, что дух сначала, потом идет все, а тело подтянется. Тело, оно, как сказать, подчиняется духу. То есть, оно послушное, по сути. Из тела можно лепить все, что угодно. И не даром такая поговорка есть – дух творит форму. Даже можно из самого слабенького сделать, такого крепкого орла. Но надо это тоже верить и знать. Девушки к вам ходят? Девочки занимаются, да. С девочками чуть посложнее. В них, как сказать, труднее вдохновение разжечь. Но все равно можно. Просто на них больше тратить надо времени. Но есть такие, да, подруги? Есть, 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 есть девочки. Целеустремленные. Есть, 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 да. Но мы им помогаем, чтобы они еще более целеустремленные были. Ну, Василий Иванович, это не женский вид спорта, да? Ну, я же не в спорт их тащу, а делаю их лучше, преображая и все. То есть, фигура они приходят. Ну, да, и фигура, да. Они же видят, что они лучше становятся. Вот это главное. Это главная цель. Чтобы человек преобразился. Из такого, казалось бы, такого нескладного, такого красавица вышла. Или красавица. Вот и все. Задача-то такая стоит. Это задача самая благородная. Чтобы человек лучше преобразился. Все. Но они на самом деле становятся лучше. Я верю. Василий Иванович, благодарю вас за ту информацию, которую вы нам предоставили. Я думаю, может быть, у кого-то появилось желание тело и дух соединить в красивую форму. Спасибо вам за беседу. Благодарю вас, уважаемые телезрители, за внимание. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok